добрый день в этом видео мы соберем установку для считывания электроэнцефалограммы используя модуль ээг битроникс кроме него нам понадобится arduino кабель usb макетная плата одноразовый электрод соединительные провода штекер-штекер трех цветов черного красного и оранжевого а также оботок с электродами и кабель для его подключения к модулю ээгэ сначала ставим в макетную плату ножки питания и выхода модуля ээгэ и через гнезда макетной платы подключим соединительные провода к модуле черный провод соединим с ножкой минус модуля а красный с ножкой плюс эти провода будем использовать для питания модуля по оранжевому проводу будут передаваться данные его подсоединим ножки out модуля ээгэ затем соединим кабель для подключения электродов с модулем ээгэ для этого вставим угловой штекер кабеля в разъем модуля ээгэ возьмем плату arduino и подключим к ней модуль ээгэ красный провод ставим в гнездо 5 вольт на плате arduino а черный в гнездо гнд оранжевый провод соединим с гнездом аналогового порта а 0 теперь подключим ободок к основной плате вначале присоединим к ободку опорный электрод после этого вставим в разъем на ободке прямой штекер соединительного провода далее подключим к плате arduino кабель usb и с его помощью соединим установку с компьютером закрепим ободок на голове расстегнутый ободок расположим на голове так чтобы сигнальные электроды ободка располагались на затылке и надежно контактировали с кожей а затем закрепим свободные концы на лбу не затягивайте ободок поскольку это может вызвать неприятные ощущения опорный электрод с синей головкой прикрепим над костью черепа за ухом откроем скетч эгэ в среде arduino айди в меню инструменты проверим что плата arduino правильно определилась компьютером после чего нажмем на кнопку загрузить скетч скомпилируется и загрузится в память arduino по окончании загрузки в нижней части окна появится сообщение теперь можно переходить к получению электроэнцефалограмм откроем визуализатор битроникс и зайдем в меню настройки обновим порт подключения arduino к компьютеру и выберем скорость передачи данных указанную в скетче по умолчанию сто пятнадцать тысяч двести бит в секунду закроем настройки нажав кнопку применить и запустим считывание сигнала нажав на кнопку подключить порт на графике мы увидим электроэнцефалограмму бодрствующего человека она имеет низкую амплитуду и большую частоту такая хаотическая электроэнцефалограмма называется десинхронизованно но стоит закрыть глаза как сигнале появляются характерные веретена его амплитуда увеличивается а частота снижается такую эг называют синхронизованным и она представлена альфа-ритмом головного мозга он возникает в затылочной области в результате согласованные работы нейронов зрительной коры на этом мы завершаем описание установки для получения ээгэ подробные инструкции и скетчи вы сможете найти на сайте битроникс и а и и и Субтитры подогнал «Симон»